3 июня в Кремле в Свердловском зале представители советской общественности и гостящие в СССР участники недавно происходившей в Берлине сессии Всемирного Совета Мира собрались на торжественный акт вручения Международной Сталинской премии за укрепление мира между народами видной общественной деятельнице секретарю ВЦСПС, председателю антивашистского комитета советских женщин Нине Васильевне Поповой. Председатель комитета по международным сталинским премиям Академик Скобельцин поздравил Нину Попову и вручил ей диплом и золотую медаль лауреата Международной Сталинской премии мира. Лауреата приветствую. Председатель Советского комитета защиты мира Николай Тихонов. Секретарь ВЦСПС Клавдия Кузнецова. Член Президиума антивашистского комитета советских женщин Татьяна Зуева. Старейшая работница комбината трехгорная мануфактура Агриппина Жарова. Член Всемирного Совета Мира Лю Цуэй. Председатель Международной Демократической Федерации женщин Эжени Котон. В ответной речи Нина Попова сказала. Дорогие товарищи и друзья, трудно выразить словами чувства, которые переживаю я в связи с присуждением мне Международной Сталинской премии мира. Я хорошо понимаю, что это признание огромных усилий, вкладываемых советским народом, советскими женщинами в дело сохранения мира во всем мире. И я глубоко взволнована и счастлива тем, что честь принять эту награду выпала мне. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Москва. 6 июня на Советской площади делегации трудящихся всех районов города собрались на торжественное открытие памятника основателю Москвы Юрию Долгорукову. Памятник сооружен по проекту скульптора Оргова и архитектора Андреева. На митинге выступил министр культуры СССР Александров. Характеризуя историческое значение Москвы, товарищ Александров подчеркнул, что Москва явилась основой объединения русских земель в единое государство. Москва сплачивает дружную братскую семью всех советских народов. В заключение речи товарищ Александров сказал. Товарищи, от имени и по поручению Совета министров Союза Советских Социалистических Республик разрешите открыть памятник Юрию Долгорукову, основателю великого города Москвы. От имени трудящихся в столице выступил председатель исполнительного комитета Московского Совета товарищ Яснов. От имени Академии наук СССР академик Тихомиров. Столицу нашей Родины Москву украшает замечательный памятник ее основателю Юрию Долгорукому, выдающемуся государственному и военному деятелю Древней Руси. В Полкове под Ленинградом восстановлена главная астрономическая обсерватория Академии наук СССР, которая была разрушена гитлеровцами в годы войны. На открытие обсерватории прибыли многочисленные гости. Видные советские ученые и представители астрономической наути 26 стран. Среди них ученые Франции, Голландии, Германской демократической республики, Мексики, Польши, народного Китая. Вице-президент Академии наук СССР академик Бардин объявляет Пулковскую обсерваторию открытой. Гости с интересом осмотрели новейшее оборудование, установленное в главной астрономической обсерватории. Пулковская обсерватория является крупным международным центром астрономической науки. Прага. В Больштинском дворце открылась выставка «500 лет чешского стекла». Производство чешского художественного стекла имеет славную традицию. За свое сходство с хрусталем стекло получило название «хрустального». В первом зале представлены изделия, относящиеся к 15-17 векам. Эта ваза изготовлена в 1605 году. Работа чешских мастеров 19 века. Представленные на выставке уникальные изделия из стекла показывают высокий уровень художественного мастерства народных умельцев. Чешское художественное стекло пользуется известностью во всем мире. На юго-западном склоне Карпат расположен один из лучших курортов Румынии «Пайя Деркулане» – «Панна Деркулеса». Эта статуя Деркулеса стоит с тех пор, когда здесь целебными водами лечились еще римляне. На отдых и лечения сюда приезжают крестьяне из долины реки Прахова и Трансильвании, шахтеры и металлурги из промышленных центров, инфиденция. В этом живописном уголке все условия для хорошего отдыха. Курорты в народной Румынии стали достоянием широких, трудящих масс. В Риге, в Государственном театре музыкальной комедии, идет новый спектакль «В краю голубых озер» композитора Арвида Жилинского. Тема комедии – дружба колхозников Латвии, Литвы и Белоруссии, построивших межколхозную гидроэлектростанцию. Лирический вальс исполняет артистка Лилия Снедзе. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Исполняются народные танцы. Субтитры создавал DimaTorzok